Представляет Альфикон «Воспитание сердцем. Без правил и условий». Читает Максим Галишников Насколько капля человечности драгоценнее всех правил мира? Жан Пиаже Еще до того, как у меня появились дети, я знал, что оно того стоит, и вместе с тем быть родителем нелегко, но даже представить не мог насколько. Я не знал, до какой степени можно вымотаться, насколько растерянным и беспомощным придется чувствовать себя, и что каждый раз, когда силы будут на исходе, придется брать откуда-то новые. Я не знал, как способны кричать дети, если приготовленные на ужин макароны оказались не той формы, и что соседи уже собираются позвонить в службу опеки. Я не знал, что упражнения по глубокому дыханию, которым матери учатся на курсах подготовки к естественным родам, очень пригодятся спустя много времени после рождения ребенка. Я и представить не мог, какое облегчение принесет известие, что другие дети провоцируют те же проблемы и иногда ведут себя так же, как мои. Еще одно потрясающее открытие. Оказывается, у многих родителей тоже бывают трудные моменты, и они осознают, что им совершенно не нравится собственный ребенок, и раздумывают, не бросить ли все, и допускают иные неприглядные мысли. Короче говоря, воспитание не для слабаков. Моя жена считает, что это тест на способность справиться с хаосом и непредсказуемостью, причем к нему нельзя подготовиться, и его результаты не всегда обнадеживают. Забудьте о ракетостроении и нейрохирургии. Если хотите подчеркнуть, что какое-то дело в действительности не так уж и сложно, лучше скажите, это же не воспитание детей. Воспитание это действительно непросто. И в том числе поэтому мы тратим столько сил, чтобы преодолеть сопротивление детей и заставить их делать то, что требуется. Если не проявить осторожности, это легко станет нашей основной целью. И мы можем незаметно для себя присоединиться к тем людям, а их вокруг немало, кто хвалит детей за покорность и превыше всего ценит кратковременное послушание. Несколько лет назад я был в лекционном турне. Самолет только приземлился и выруливал к нужным воротам. Как только прозвучала дзынь, дающая понять, что мы можем встать с мест и достать свои сумки, один из моих попутчиков наклонился к предыдущему ряду и сказал сидевшим там родителям маленького мальчика, он так хорошо себя вел во время полета. Задумайтесь об акценте в этом предложении. Слово «хороший» редко несет дополнительный нравственный смысл. Оно может подразумевать этичный, достойное уважение или отзывчивый. Но если речь идет о детях, это слово обычно значит всего лишь тихий или недоставляющий хлопот. Случайно услышанная в самолете фраза вызвала у меня в голове собственный маленький дзинь. Я осознал, что в нашем обществе многие именно этого больше всего хотят от детей, неважно будут ли те заботливыми, изобретательными или любопытными, главное, чтобы они просто хорошо себя вели. Хороший ребенок с младенческих до подростковых лет это тот, кто не создает для нас, взрослых, слишком много неудобств. Методы получения нужного результата за последние несколько поколений изменились. Если раньше детей регулярно подвергали суровым телесным наказанием, теперь их отправляют на перерыв или тайм-аут, а за послушание предлагают награду. Но не путайте новые средства с новыми задачами. Целью по-прежнему остается контроль, даже обеспеченный современными методами. Это не означает, что мы не заботимся о наших детях. Просто родителям, перегруженным бесконечными повседневными проблемами семейной жизни, уложить малышей в кровать или поднять с нее, затолкать в ванну или выгнать оттуда, усадить в автомобиль или вытащить из него, бывает трудно отступить на шаг и оценить свои действия в более широком контексте. Однако проблема в том, что, пытаясь заставить детей слушаться, мы упускаем из виду другие, более серьезные цели, связанные с ними. Сегодня нас все больше заботит, как не дать сыну устроить скандал в магазине, заставив смириться с тем, что вы не купите ему большую яркую коробку сладостей, продающихся под видом сухих завтраков. Но стоит копнуть немного глубже. Семинары для родителей я обычно начинаю с вопроса, какие долгосрочные цели вы ставите для ваших детей. Опишите в нескольких словах, какими вы хотели бы их видеть, когда они вырастут. Найдите минутку, чтобы подумать, как сами ответили бы на этот вопрос. Пришедшие на семинары родители во всех уголках страны произносят удивительно похожие фразы. Чтобы дети были счастливыми, уравновешенными, независимыми, удовлетворенными, продуктивными, самодостаточными, ответственными, приспособленными, добрыми, рассудительными, любящими, любознательными и уверенными в себе. Что интересно в этом перечне качеств? И в первую очередь полезно при размышлении над заданным вопросом. Он заставляет задуматься, соответствуют ли наши действия истинным целям? Поможет ли мое повседневное поведение моим детям вырасти такими людьми, какими я хотел бы их видеть? Даст ли ребенку возможность то, что я сейчас сказал ему в магазине, стать хоть немного более счастливым, уравновешенным, независимым, удовлетворенным и так далее? Или, о ужас, то, как я обычно решаю подобные ситуации, делает эти результаты менее вероятными? Если да, что я должен делать вместо этого? Если слишком сложно вообразить, какими станут через много лет ваши дети, подумайте, что действительно важно сегодня. Представьте, что вы на вечеринке по случаю дня рождения или в школе, где учится ваш ребенок. За углом стоят два других родителя, которые не знают, что вы рядом. И вдруг вы понимаете, что они разговаривают о вашем чаде. Какие слова в подобной ситуации доставили бы вам самое большое удовольствие? Снова задумайтесь на минуту. Что вам приятнее всего услышать? Полагаю и надеюсь, это вряд ли будет следующее. Подумать только, этот ребенок беспрекословно выполняет все, что ему говорят. Отсюда ключевой вопрос. Не ведем ли мы себя порой так, будто это для нас важнее всего? Примерно 25 лет назад социальный психолог Элизабет Каган изучила внушительную стопку современных книг о воспитании и пришла к выводу, что они в основном безоговорочно признают родительские привилегии и почти не рассматривают всерьез потребности чувства или развития ребенка. По ее словам, согласно господствующим взглядам, желания родителей считаются автоматически легитимными, а значит, единственной темой для обсуждения остаются способы заставить детей делать то, что им говорят. К сожалению, с тех пор изменилось не так много. В США ежегодно публикуется более 100 книг о воспитании детей, а также множество статей в журналах для родителей. Большинство из них советуют, как заставить детей соответствовать нашим ожиданиям, примерно себя вести, то есть, как дрессировать их, словно домашних животных. Во многих подобных руководствах горячо отстаивается необходимость не поддаваться подрастающему поколению и бороться за свою власть. В некоторых случаях авторы явно стараются развеять опасения, которые могут возникнуть у родителей, собравшихся последовать их рекомендациям. Тенденция видна даже в названиях недавно изданных книг. Не бойтесь дисциплины. Родитель здесь главный. Родитель всегда прав. Возьмите воспитание в свои руки. Как вернуть себе контроль в семье. Дисциплина для дошкольника. Не чувствуйте себя злодеем. Потому что я мама, вот почему. Разъясняем правила. Воспитание без чувства вины. Ответ нет. И так далее. Некоторые из этих книг проповедуют устаревшие ценности и методы. Кому-то крепко достанется по попе, когда отец вернется домой. Другие выступают за новомодные принципы. Отличная работа, ты сходил на горшок, милый, теперь можешь получить свою наклейку. Но ни те, ни другие не призывают убедиться, что наши требования разумны или хоть в какой-то степени согласуются с интересами детей. Кроме того, как вы могли заметить, предлагаемые этими трудами методы нередко оказываются не слишком действенными. И сами авторы приводят в доказательство их полезности до смешного нереальной идеологии между родителями и детьми. Конечно, знакомство с неэффективными подходами раздражает. Но гораздо опаснее, если в книге даже не затрагивается вопрос, что же мы подразумеваем под эффективными способами. Не уделяя достаточно внимания конечной цели, мы по умолчанию обращаемся к средствам, предназначенным исключительно заставить детей делать, что им говорят. Это значит, фокусируемся только на том, что удобно нам, а не детям. Еще одна особенность книг о воспитании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...